здравствуйте друзья вопрос мне задали знаете из той серии что вроде вопрос простой а ответить сложно и я подумал о чем поговорим правда у нас время есть учатся поболтаем вопрос такой говорят сколько времени нужно для того чтобы найти работу после окончания портнов компьютерскую я понимаю этот вопрос как некоторый элемент планирования что ли финансового то есть человек говорит значит я приезжаю в сша у меня с собой вот столько-то денег значит жилье мне стоит вот это там питание за школу заплатил значит после школы человек получает там долларов но допустим там 30 долларов в час там на круг значит через какое время я начинаю получать 30 долларов в час чтобы там вот отбить там хватит ли мне денег и тогда человек планирует и тут у меня первым делом если я вижу что он планирует и деньги считает то у меня протест внутренней потому что никто не знает как конкретно с тобой произойдет понимаете то есть вы можете сказать в среднем это занимает вот столько времени но может быть вы вдвое быстрее туда проскочить а может быть и вдвое дольше понимаете когда в среднем нельзя расчеты вести то есть какой-то запас хороший оставлять тоже я не за вот поэтому само по себе вот это участие времени которое нужно на поиск работы на нахождение работы в расчетах денег это очень сложная штука и я я я как-то внутренне протестую но теперь мы поговорим вот о чем мы поговорим о тех факторах которые влияют на то как быстро человек находит работу и вы увидите что это касается не только свежего выпускника там этой школы или той школы или даже университета это будет касаться не только свежего но и опытного и может быть ошибка опытного и так далее может быть не обязательно в той стране или в этой стране или там конкретно в кремниевой долине то есть мы так поговорим о факторах влияющих на то как быстро человек находит работу и факторы можно эти разделить на две группы первое это человек вот какой он есть то что от него зависит и то что от него не зависит вот давайте из независимого вот то что называется в английском языке тайминг да в какой момент что произошло причем этот тайминг он бывает коротенькими волнами знаете а бывает теперь длинненькими волнами например но если так совсем простенько если посмотреть на неделю то вы увидите что в течение недели например в понедельник активный рынок то есть много звонят во вторник тоже неплохо но меньше в среду прилично в четверг поменьше в пятницу практически никто не звонит хотя бывает и в субботу конечно позвонят но это уже тогда выбросы такие даже если возьмете один день несчастный то в течение этого дня я бы сказал что 90 процентов всего что может произойти произойдет между скажем 8 утра и там может быть там 11 а то и 10 утра вот в это время все происходит конечно могут и 3 часа дня позвонить конечно ну в основном вот вся лавина идет примерно в это время но это не связано да это активность рынка это не связано с тем как быстро ты найдешь скажем вышел ты на рынок там в понедельник или вышел ты на рынок в пятницу ну плюс-минус пару дней это не никого не волнует это не не тот вопрос который мы сейчас занимаемся так вот тайминг тайминг есть в большом цикле например рецессия вот если сегодня рецессия это совсем не то же самое что если сегодня вот как сейчас да вот мы сейчас едем и у нас тут безработица самая низкая тут начиная с 60 60 эти и рвет на части вообще любая работа там и вот сколько хочешь такого еще не был я здесь 28 лет живу вот такого как сейчас не было это один рынок я видел такие рынки где люди с опытом в 10 лет ходили не могли ничего найти такое тоже бывает поэтому как бы вот эти циклы они они существенны и мы не можем на это особо повлиять мы можем находясь там как-то влиять на наше поведение внутри этого цикла который сам по себе присутствует есть там допустим тайминг лето ну скажем так период отпусков и просто время когда люди работают так период отпусков немножко медленнее с интервью этого нет того нет голова там не тем занята и так далее говорят что вот в декабре хуже искать хотя я на самом деле с этим не согласен что в декабре конечно намного меньше позиции вакансий публикуются но еще меньше в это время желающих искать поэтому соотношение спроса и предложения как раз очень хорошие но не суть допустим есть такая волна когда январь февраль может быть даже март больше работы например чем другие несколько месяцев там года и так далее тоже от местности зависит вот значит мы поговорили про тайминг теперь мы говорим про местность сразу же мы начали про местность местность от нас с вами не зависит от нас с вами зависит перебраться в ту местность или в другую местность если там лучше с работы если нам вот и по зарез нужно с работы вот это от нас зависит от местности зависит во первых каких работ много каких мало если мы говорим про айтишников айтишников вроде там в любой местности много но я не имею ввиду маленький поселок я имею ввиду большие мегаполисы в любом большом мегаполисе нужны айтишники хотя внутри айтишников там есть какие-то разновидности там до профессиональные и где-то больше спросом на программистов а где-то больше на админов и так далее значит география если мы говорим про выпускника портнов компьютер school то соответственно он должен быть в таком месте где есть работа по тестированию программного обеспечения и с одной стороны сегодняшний в сегодняшнем мире такая работа есть практически всюду трудно себе представить какой-то большой город чтобы там такой работы не было но есть вот допустим если вы начнете сравнивать количество объявлений то конечно вот на первом месте будет идти кремниевая долина потом будет идти там нью-йорк потом лос-анджелес чикаго россии эту и это с одной стороны с другой стороны есть такая часть которую не видит человек ищущий работу это сколько есть резюме то есть вы видите спрос но вы не видите предложение а именно соотношение спроса и предложения определяет насколько легко найти работу насколько быстро это произойдет так вот я хочу сказать с точки зрения соотношения спроса и предложения при том что здесь самый большой рынок вот вот тут у нас но у нас и предложение намного больше то есть с точки зрения спроса и предложения хуже места чем в кремниевой долине нет для начинающего тестировщика просто невозможно вот сколько тут есть у нас там сотнями тысяч из индии программисты вот их жены и не хочу сказать сотнями тысяч идут кей тестирования 0 но тем не менее довольно много поэтому так когда сравниваешь такими знаете вот идешь там куда-нибудь вот я смотрю у нас алексей который давайте покажу вот алексей который у нас строитель в миннесоте вот я смотрю чё там у нас в миннесоте а там в миннесоте два человека понимаете сейчас алексей там пойдет работу искать будет третьим это же не то же самое что допустим вот тут правда поэтому от местности много зависит и если уже ты в какой-то профессии хочешь быть и соотношение спроса и предложения зависит от местности но над значит надо выбирать да а выбор за нами мы можем выбирать и от этого зависит как быстро это произойдет вот так вот эти рынки небольшие вот такие как орландо например да во флориде или там вот даже миннесота эти рынки очень сложно предсказывать как пойдет потому что там и спрос небольшой и предложение такое ну есть какое-то не нулевое но бывает что и полгода проходишь а бывает через неделю разобрали это зависит вот от этого рынка на котором то или все или ничего да вот есть две работы или нет двух работ поэтому они такие менее предсказуемые маленькие рыночки менее предсказуемые большой рынок там уже статистика да там уже можно смотреть так скажем лос-анджелес понятно нью-йорк понятно чикаго понятно пойдет все понятно там уже можно усреднять можно какие-то кривые там строить можно вероятность подсчитать я пока думал чем вам скажу я седа на бумажечку даже так набросал чтобы не забыть тут еще есть такой момент он как бы одновременно имеет субъективные и объективные компоненты как человек работу ищет вот он находится в хорошем рынке и время вроде неплохое да все хорошо ну все на его стороне а теперь он должен эту работу искать как он ее ищет от этого очень много зависит вот насколько он умеет это делать и когда нам говорят вот там вот сколько нужно выпускнику вашей школы у меня слезы начинают течь в этот момент потому что выпускнику нашей школы абсолютно циничном и неприкрытым виде рассказывают как это делается там нужна доля цинизма на самом деле вот но чтобы успешно это все делал но я когда смотрю вот я у меня рекрутерская лицензия я выхожу значит там и смотрю как рекрутер как они там это все делают и у меня слезы текут потому что ну ну хорошо если там 30 процентов сделали более менее прилично остальные так делают что уже жить не хочется и они при этом думают что они ищут работу и они когда там допустим позвонят и вот вы знаете я вот тоже там два месяца вот и что-то ничего не получается я смотрю я говорю так а ты ни одного дня же не был ты не искал работа ни одна но как же но вот я пойти то что ты думаешь о том как надо искать работу это и есть проблема тебе вообще думать не надо делать то что сказали и все и все любое отклонение от этого дела это смерть я им говорю буквально дословно я им говорю так 10 процентов отклонения от того что вам дали это 90 процентов потерянных возможностей и это не сильно действует и они они действительно субъективно они никак не приводят но я же ищу работу но хотите искать работу и искать работу это же две абсолютно разные вещи хотеть иммигрировать и реально иммигрировать да мы эту разницу понимаете вот точно также вы тогда поймете что хотеть найти работу и реально искать работу когда тебе уже дали все ё-моё уже все расписали уже по шагам уже чек-лист 1 2 3 4 5 и не делает вот проблема где поэтому если вы о выпускнике портнов компьютер скул то он находится в гораздо более выгодном положении чем просто человек потому что если просто человек и выпускник портнов компьютер скул который ищет работу да по правилам работает с хлестнуться на одной территории то вот рекрутер будет делать поиск сначала пойдут выпускники портнов компьютер скул которые делают по правилам потом пойдут выпускники которые делают не по правилам они ниже пойдут а потом уже пойдут все остальные которые правил ты не знают но в общем то я просто к чему говорю что зависит от от того как человек ищет работу какой у него резюме что он говорит рекрутером когда те звонят как он это резюме вывесил на сайтах где надо вывешивать резюме как он рассылает это резюме по компаниям которые публикуют вакансии ну то есть есть миллион способов как человек может повлиять на то или на это я вам пример приведут вчера женщины разговаривали студентка у нас пошла искать работу у нее уже первые несколько звонков она делится и я ей говорю значит ну что там какие за наблюдения она говорит вот спрашивают там знаешь ли ты автоматизацию я бы так я бы и чё ты отвечаешь а мы проходим нас курсе она год я отвечаю там у меня вот там вот такой-то там небольшой опыт я говорю ты же разговариваешь с рекрутером рекрутер это вообще понять не может что-то сказала рекрутер понимает что ты ничего не знаешь на самом деле тоже ты сказала переводится в мозгу рекрутера как я не в курсе поэтому твоя задача рекрутеру сказать я абсолютно в порядке давай назначай интервью мы поболтаем так потом твое резюме отправиться к менеджеру и это то чего ты хочешь потом поскольку из 10 менеджеров у которых там в объявлении написано автоматизация но за те деньги за которые ты идешь там за эти 30 долларов в час никому автоматизация даже близко не нужно ни у кого в мозгу нету за 30 долларов в час получить кого-то кто автоматизирует поэтому когда резюме пойдет к менеджеру он понимая что ты в общем немного знаешь на собственно ему это и не надо а так в принципе неплохо он тебя зовет ты идешь на интервью и так далее поэтому да значит существенный показатель при ответах на вопросы когда тебе звонят рекрутер это как часто ну скажем какой процент того что теперь и крутер говорит посылаю резюме в такую-то компанию если у тебя с 10 разговоров три человека послали то ты торчишь если у тебя есть 10 разговоров скажем 8 послали а я таких людей знаю много значит ты в порядке понимаете значит от вас очень очень многое зависит от того как вы ищете работу и человек получает работу тогда когда набирается критическая масса необходимых факторов допустим если рынок активный если людей на нем нет то даже с резюме которые в руки взять противно и с тяжелым английским когда через слово непонятно и так далее так далее все равно люди находят работу критическая масса была сделана активностью рынка и допустим тем что он действительно что-то например мог мог но только надо было из него вытягивать когда есть люди из которых не надо вытягивать значит да у тебя и шансов нет но когда других людей нет и ты вроде один там существенно шансы растут теперь что еще ну-ка я посмотрю мы про географию поговорили да теперь ну вот кто ты да вот ты как ты конечно ты как ты проявлялась и в том какое у тебя резюме и как ты его рассылаешь и как ты вывесился там тут и там но но все-таки мы сейчас как бы на другие аспекты смотрим вот ты как ты твой возраст сказывается на понятно в какую сторону сказывается твое образование или она профильная или она не профильная сказывается количество лет там работы до опыт вот скажем искать работу после курса какого такого как наш или искать работу там имея пять лет опыта совершенно разные вещи это может в какой-то степени в какой-то степени быть связано и с акцентом уровнем владения языком но даже на уровне акцента может иногда сказаться хотя конечно способность понимать и быть понятым гораздо гораздо важнее айти так точно это иногда бывает как-то одет но скажем вот если просто пришла девочка там и проходит интервью это одно если эта девочка например надела на себя платок и там такой да как бы и вообще отдел оделась вот скажем такое классическое такое мусульманское одеяние и она с этим пришла ее шансы снижаются не потому что кто-то дискриминирует мусульман а потому что как-то вот не вписывается я с этим часто сталкиваюсь у нас студенты самые разные бывают и какой бы ты ни был там потрясающе но если ты неправильно одет как-то так специфически очень одет это кого-то отталкивает они они не хотят как бы чтобы люди вот разнообразились в этом смысле а больших компаниях хотят вот у нас была девочка из египта золото просто золото два мастер-дегри компьютер сайенс и в электрико инжиниринг и в таком знаете было вот но вовсе как положено во всем таком деле и никуда не брали куда мы послали никуда не брали а взяли ее в моторолу то есть она может еще и не потеряла они как раз стремились искать вот этому многообразию диверсификации там и так далее поэтому и это влияет есть люди интровертированные а есть люди общительные такие как бы экстравертированные есть люди очень глубокие это может мешать есть люди такие легкие найти они там скажем 10 интервью там он в девяти местах подошел этим а есть такие что 10 интервью хорошо если в одном он приглянулся есть менеджеры которые ищут вот таких глубоких я знаю таких а есть люди которые как бы больше смотрят на так как бы сказать широкого применения как бы да пришел туда-сюда легкий веселый там подхватил туда-сюда и пошел вот а где-то нужно такой чтобы копал 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 идут так тоже нужно но от этого тоже много зависит вот кто вы откуда вы и так далее визовый статус ой как влияет визовый статус есть у тебя грин карта или нету эти две большие разницы два разных мира я уже не говорю о том если у тебя вообще разрешение на работу потому что если его нету то остается только работа нелегально это уже не айти это уже не не в приличном месте это уже может быть там где оборот налички да там ресторан гостиница что там еще бывает розничная торговля такие вот вот собственно все эти факторы и вы говорите ну хорошо минуточку но так а сколько же времени нужно выпускнику порно в компьютерскую вопрос значит я тогда еще одну вещь скажу гораздо сложнее оценить сколько времени нужно на первую работу нежели на допустим там третью четвертую пятую и так далее потому что на третью четвертую пятую ты становишься частью такой более простой понятные статистики там жор там не хватает людей там разлетаются и так далее то есть это уже зависит от того насколько ты переборчив там и тогда достаточно быстро может все произойти там допустим пару-тройку недели ты работаешь если ты опытный если реально что-то умеешь не то что у тебя много лет опыта ты ничего не умеешь так такие тоже есть что касается свежего выпускника значит либо его прибрали прямо на интерншипе вот он пошел на практику его прямо там и прибрали это может занять ну собственно ничего не занять да прямо из школы это процентов там 15-20 надо может быть больше вот если человек пошел на рынок то диапазон такой ну вот если отбросить крайности да да я бы сказал два-три месяца больше не должно занимать то есть с учетом того что ситуация может быть не простой больше двух-трех месяцев даже трудно себе представить ну то есть опять тогда мы начинаем думать а почему так получилось но или такое место где работы нет или он по-английски не говорит или у него какие-то еще проблемы я не знаю там уже проблемы либо он не искал работу а говорит всем что искал то есть может быть искренне думает что искал ну то есть вот уже надо искать почему так произошло вот если человек более-менее адекватный и как бы старается делать так все как надо я с трудом могу себе представить больше двух-трех месяцев хотя еще раз это в среднем это с отбросом с отбрасыванием экстремальных ситуаций экстремальные тоже случаются то есть если у кого-то это заняло четыре месяца то это не значит что у вас займет обязательно меньше так бы я сказал поэтому мне гораздо спокойнее когда человек например он как-то живет может быть он работает там на какой-то работе учиться вечером но он не в экстремальной ситуации у него не то что вот он сейчас за два месяца работу не найдет ему надо уезжать обратно там репатриироваться там свою страну это абсолютно ненормально абсолютно неестественное развитие событий так такие рассуждения счастливо